так ну давай рассказываем не я пытаюсь делать задачу так давай посмотрим на нее давай так расскажи-ка мне про условия я сначала создала пустой словарь потом я короче сделал так чтобы отрезались эти короче края и всякие пропинания я как нашла в интернете дальше вот здесь я все я вижу то что ты у меня сделаешь вообще почти все правильно здесь я пытаюсь его понять тоже да у этих ребята у них почти такое же как и должно получиться смотри далее так давай-ка посмотрим заходи к себе заходи к себе так у нас здесь вот есть функция принимает какое-то слово там у нас есть словарь мы бежим соответственно for a in word . ловер делаем все в ловер кейс до делали в ловер кейс потом если проверяем что это если буква если а является буквой до является буквой это хорошо если а является буквой далее так как это только как если они являются буквы сильно мы с тобой должны с помощью дикшен и в дикшен и получается от индекса бегать дикшен и от индекса равно да да я написал для себя я смотрел что у меня выходит вижу блин почти вообще все супер прям и дикшен и от айки ты мне будешь бегать по словарю по айки не здорово отлично ты будешь бегать меня пайки дикшен и и справа часть тут небольшой фокус будет поешь мы с тобой затронули метод get да вот и как раз вот посмотри где там у нас это был товарищ вот видишь как раз мы с тобой как раз про это проговорили я не зря именно дал тебе задачку то потому что мы с тобой изучали метод get вот и соответственно тебе нужно будет здесь примет метод get то есть вот здесь дикшен и совсай точку и поднять метод get здесь вот здесь точку да и поднять метод get да что мы туда будем передавать ему внутрь она сейчас прочитай метод get наверху прочитаю описание возвращает значение ключа но если его нет не бросает исключение возвращает не выбрать исключение скорее всего то есть означает значение ключа тебе нужно передать ключик да где вас то бегом по ключикам но это айка айка правильно за 4 параметры идет айка тоже параметры у нас что принимает дед прям параметрам сейчас можно секунду а как а почему нет я пыталась понять что туда надо впихнуть я не понимал давай разберемся давай без проблем разберемся возвращать значение ключа да он возвращает значение ключа у тебя ключи допустим есть кошечка а в отношении у него 1 единичка да и вот тебе соответственно вернет за счет значения твои кошечки вот вот если ты посмотришь дальше что он принимает get после что он принимает сейчас секундочку нам не написано что он принимает ну как посмотри что я там держу в описании есть все кей а и потом дефолт какой-то а возвращает тебя до начала ключ а потом внутри еще квадратные скобочки дай запятую ему напиши нолик почему но тебе нужно что-то вернуть он тебе должен вернуть он же что-то вернет себе он должен бегать по ключу вернуть тебе какое-то значение вот тебе будет возвращать значение выйдите из-за скобочки выйдите из-за скобочки поставить плюс 1 сейчас поговорим с тобой про метод get почему а и вообще почему там 0 поднимай-ка метод вообще get поднимает get смысле давай первой google пиши python get параметры а ну вот я смотрел параметры параметры но это где-то у нас это про метод get ладно дай круглой скобочкой где-то для круглой скобочки у get пробу сейчас выйдет нам на параметры не хочет выходить на параметры а есть да вот он есть да будет рискал да будет рискал нажимай да будет рисковый есть там нет и следующий тоже доку там роль тоже get есть ну смотри вот он получается что там у нас ключ принимает получать url запятая параметры и выл ее запятая аргументы получается первым принимает ключ принимает ответ на параметрам это и в рамках видишь тут библиотеки get request нас и библиотека get request не интересует нас нас три стоит просто метод get не не книга не request а тут у тебя get к реквесту вяжется вот нет нет который к реквесту вяжется тогда другой get это не тот get обратно выставляешь оказывается у разных библиотеки есть одинаковые методы прикинь то есть это можно путаться представляешь да дикшина ряда тебе нужно get dictionary молодец умничка молодец тебе нужен дикшина обязательно вот-вот бежим по ключику возвращаем 67 до его значения по умолчанию если он ну-ка переводит translate мне здесь про translate сделка мне вниз а вот вот в л я он написано что в л и необязательный параметр значение которое будет возвращено если ключ не найден если ключ не найдете будет 0 возвращаться а поэтому там у нас 0 потому что если значение будет найдено если того ключа не существует то у тебя вернуться 0 для тебя виду и давление ты можешь туда хоть свое имя она может написать если ключ не найдешь в словаре значит тебя вернется она значит такого включая не существует чисто для тебя вот ну вот и все получает у нас где-то принимает два параметра это ключ и соответственно вторым параметром не обязательно принимает один это чтобы шаг шел до присоединяется шаг соответственно дальше да дальше будет и терн только дитя он будет не блоки и иначе будет ему плохо а фори как думал что будет в цикле если ты мне сделаешь и терн сколько раз цикл отработает если ты терн сделаешь ему в цикле один да он только 11 если выше один отработает если фори то он будет работать я тоже 11 работы с и фори вот здесь уже будет лучше вот мы покинули фор вот здесь да мы покинули 100 фор и здесь ему будет намного лучше да хорошо чем будем возвращать притер на весь так напишем на вернет return он это будет скучно это нужно возвращать словарь да нужно словарь возвращать да ну и в принципе следующая строчка можешь принтовать а подожди а нам не нужно она уже нужно чтобы словарь заполнялся можете покажу принт в одну строчку мне уже показаны не 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 пиши сюда есть с ключ с но слово строка дальше пробил далее пробел пиши и а от input а если а от input а другой скобочки туда input клади функции input у нас да равно всему равно здесь же прям после нет внутри после блока а 2 вот блока у нас заканчивается нужно здесь написать пробелы 2 равно так соответственно здесь у нас будет чему там а от input а от input а от input а опять да почему я покажу а от input а здесь выходи и пиши здесь элс иначе ноу элс ноу не 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 в строчку мы пишем без без этих без двоеточие давай элс ноу написать типа и файл сада конструкцию которую я типа принцип запечатала да у тебя все правильно в в принципе получилось счастье покажу кое-что да у тебя все правильно и даже если посмотришь решение которое было в интернете посмотри какое решение было в интернете ну тут другая задача но на похоже да 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 покажи ко мне еще раз мне это самый покажи ко мне еще раз вот я по вот это решила да 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 там почти все правильно там а ну-ка открой свое точнее не а main не если main от input а да мы да 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 мы так можем делать прикинь ну чё 21 поедине нужно попробуем дай лайфхак 71 за коменте за коменте попробуй запускай я внизу ждет print вводи ему сейчас погоди что надо вводить так а чё там у нас идет цари да 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 два раза нажала два раза нажала вино но чему но так нам нужно было избавиться знаков припинания правильно но так и исходя из этого мы с тобой использовали ну или просто путем добавления плавать только букв методом из альфа то есть методом да мы использовали альтернативу или просто путем добавления в словарь только букв с помощью . из альфа мы с тобой только букву можем добавлять словарь ну да вот соответственно вот он в дикшенере мне присылают равно get по ключу ищет идет плюс один соответственно так у тебя пти какой отрабатывает у нас покажи но он или он действительно избавляет же получается нам да назначить зону да он действительно пишет цари , там не знаю воде , там не знаю что там вино задача получается нам а сейчас так я тебе задавал же анаграмму по моему да она анаграмма это сравнивает секундочку но нам нужно было избавиться знаков припинания нам нужно было избавиться знаков припинания и все исправлено нужно было только знаков припинания получается избавиться и все эти значит работает отлично но подожди у меня же должно в до задача была избавиться знаков знаков припинания да и все больше другой задач не было работы до избавляется знака припинания или не работает да ну правильно там в то что действительно туда идет знак припинания она увидит и он говорит что так и получается покажи решение еще вот которая там у тебя было вот так римов пункт что и шанворд летит туда да если не да 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 вот он и торт сам у этих ребят у них отрицание делала типа такого верхнем был элегантный кстати хорошего я верхний я сначала делала нижний короче потом я нашла какую-то очень легкую задачу просто строками сравнить и земель да да вот они вот они вот они да действительно через через альфа проверяется действительно вот и мы с помощью то есть более сна к припинания то есть можно поляется помощью помощью стрип можно можно с помощью replace или просто путем давали сайт только букв и действительно метод из альфа только буквы добавляют что если а и от ворд по ловер кейсу соответственно это буквы то вырезал записывается врезал записывается наш резалт по 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 ключу туда действительно записывается ключ и делается плюс один да все правильно все правильно и в принципе так это работает так давай мы с тобой более интереса выполним вот во первых я думаю скоро мы что подарим кодами не сделают ну ладно смотри давай мы сразу же с тобой более интересно выполним вот во первых я думаю скоро мы что подойдем к алгоритмам потому что соответственно алгоритм это вообще база программирования то есть программист может и не знать синтаксис главным узнать алгоритмы исходя из этого может быстро обучиться чему угодно и так что касается задачек у меня в принципе есть кое-что еще для тебя интересное я вот подумаю сейчас мы будем очень матрицы с тобой делать спиральные матрицы это это но там и базы матрицы спиральные матрицы считаются вот есть более интереса задачи на на алгоритмы вот там нужно будет нам можем математическую сделать ты как у меня математики да я нормально есть задача можно решить с помощью рекурсия можно решить с помощью допустим классической математики то есть не задачи допустим иосифов иосифа плавия то есть такого примера как допустим вокруг врагу вокруг стоят n человек пронумерованных числами от 1 до n и начинается расчет при котором каждый катый по счету человек выбывает из круга после после чего счета продолжается со следующего за ним человека нужно будет взять программу которая определяет номер человека который останется кругу последним у допустим есть задачи иосифов плавия да это классические задачи можешь посмотреть google что такое еще задача иосифов плавия вот а также кстати за google и кое-что называется проект элера ты у меня скоро больше прям большой большой и мы с тобой возможно же проект элера будем решать гугли смотри проект элера но рано или поздно ты к нему дойдешь когда ты меня будешь заниматься сложной математикой да так вот это проект элера да это по-хорошему когда ты у меня вырастешь ты меня будешь заниматься этими задачами хотя бы там первые несколько страниц чтобы прорешала вот здесь чисто математика и к этому нужно подходить уже когда-то оставила синтаксис когда-то освоила синтаксис когда-то освоила алгоритмы вот но в целом в целом в целом ты даже можешь мне кажется даже вот первую точку посмотреть по три первую задачку вроде не сложно дать типа вот чисто кратный трем или пяти в зависимости от кого от того насколько у тебя круто прокачивали навыки математики ты уже можешь принципе даже вот такие просеки задачки решать зависит того как у тебя про круто прокачивали навыки математики до посмотрели вот как бы ты вообще реализовал такую задачку давай мы с тобой что коща натуральное число плод такое натуральные числа посмотри что такое натуральные числа там диаграммы такие красивых его математиков у них там есть натуральный число рациональные и рациональные числа нажми картинки будем в картинках смотреть вот они видишь это диаграмма круговая посмотри вот видишь n это типа 1 2 3 4 5 6 так далее вот это натуральные натуральные они соответственно внутри да на натуральными нас есть целый на целый нас рациональный есть на национально есть вещественные кстати у меня вещественные знаешь да флоуты и потом есть комплексная комплексная такая прям крутая штука короче там где написано буковки всякие там буковки пи да вот это комплексный когда вот более сложная математика там типа разные буковки буквенное обозначение тоже комплексно считаются числа вот и в основном вообще в питоне мы с тобой не работать не в data science это с целыми и с вещественными числами питоне вот так же в принципе если ты понимаешь такое натуральные числа а если в двух словах натуральные числа это соответственно это у нас 1 2 3 4 5 так далее до 6 туда не входит 0 кстати а ну-ка вторую табличку открой ко мне до внутренних числа не входит 0 нажми да действительно видишь но не является натуральным число видишь получается любое число можно записать с помощью 10 10 цифр да то есть и но не является натуральным числом то есть получается у нас натуральные числа от одного там до до бесконечности да вот это называется натуральные числа далее 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 вот видишь то что 32 это двухзначное число там есть 2 на 4 на числе так далее вот если мы становимся к задачке вернемся к задачкам если выписать все натуральные числа меньше десяти это в какие числа будут ну от одного до девяти до молодец умничка кратный трем или пяти а число кратный трем это сколько но это 6 а это 3 до молодец умничка и еще какое число может быть кратный трем 6 и 9 мнение даже которые делятся без остатка до 3 на 1 делится 3 на 3 3 на 1 до 3 делится на 36 делится на 3 это вот это получается 369 ну да смотри вообще чисто 5 делится на 5 и того вот получаем 3569 да если матка отталкиваемся именно если я говорю про простые числа ну то есть я щас немножко про другое что говорить про простое число если число делится само на себя и делится на 1 это просто число да это немножко другое эти наши говорить но в целом если ты говоришь про кратные числа да то есть это у нас соответственно 369 да это чисто кратный трем да все верно и соответственно вот ты смогла бы вот уже вот такие задачи решать или еще соответственно Более синтексис хотела бы поизучать. Да, я думаю, я могу. Да, и в целом тогда вот можешь тогда потихонечку уже начинать решать тогда эти задачи. Соответственно, мы сейчас проведем лекцию, и потом уже после урока в свободное время можешь начинать решать эти задачи. Это будет очень круто, соответственно, прокачивать твои навыки, прям суперматематические навыки и так далее. Вот, и логические навыки, и навыки алгоритмов. То есть это кратность, как ты у меня, кстати, бы делала? С помощью какого символа, какого оператора? Ну, где два таких, две черточки. Да не, не, не. Кратность это уже у нас деление по модулю. Но также ты могла бы не использовать, соответственно, и целочисленное деление. То есть, но обычно это кратность, это же мы с помощью деления по модулю делаем, помнишь? Угу. Вот, и в целом ты бы мне как делала? Ты бы мне сделала, соответственно, во-первых, этот список из 10, да? Потом бы проверяла бы, если, допустим, x на 3 равно 0, да? Мы же кратность, а кратность это деление по модулю, да? Соответственно, задача. Если выписали все натуральные числа между 10, мы их выпишем. Кратные 3 мы получим 3, 5, 6 и 9. Действительно, мы получим... Потому что 3 или 5. Сумма этих чисел равна 23, да? Сумма действительно равна 23. Давай мы в питоне посмотрим, как вообще это пишется. Давай сразу же тебе покажу, как в питоне это пишется. Угу. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, ну что, готовы к функциям? Да. Давай мы реализуем это все, задачку в питоне. Пиши мне здесь dev, не знаю, devsum. Назовем ее devsum. Угу. Далее туда положим... Нет, аргументов не будет тогда. Напишем, правда, уже переменная sum, которая будет суммировать, которая будет пока 0. Это будет наш счетчик. Переменная sum, это будет наш счетчик. Угу. Блин. Сам это будет наш счетчик, куда мы будем с тобой суммировать. И давай теперь загони ко мне 4i. У нас будет 4i in range. Бегать мы с тобой до скольки будем. In range 1000 же там, да? Какая 1000? Сначала мы с тобой должны посмотреть, соответственно, вот эти числа. Давай мы сначала полностью реализуем эту задачу в питоне с нуля. Нужно выписать все натуральные числа меньше 10. И поставить их сумму. Давай посмотрим сначала меньше 10, и посмотрим их сумму. Давай-ка, беги мне. Ну хорошо, 10 будет последним, это будет второй параметр. Ты меня от скольки будешь стартовать. Да. Блин. Так, да. 1-10, молодец, потому что от 1 до 9 идем. Умничка. Ну, Даля, давай мне режь здесь. Давай режь теперь. Вот у нас есть последовательность чисел от 1 до 9. Теперь нужно тебя отрезать. 3 и 5, да, у нас? 3 или 5, да, у нас кратность? Да. 3 или 5, ну давай, пиши. А, сумму делить на 3. Давай, будь умничка. Если. Какой сумму делить на 3? Давай. Для Ай в диапазоне. Ну. Для Ай в диапазоне от 1 до 9. Ну. Если. Мы. Давай, если. Нам нужно сначала отрезать с тобой, да? А. Если. Давай, режь мне здесь. А как режеть-то? Ну как, ты же мне по модулю умеешь делать? Помнишь, мы с тобой четные числа делали, помнишь? Кстати, четные числа кратны чему? Четные числа. Чтобы узнать число, четные или нет, мы кратность чему делаем с тобой? Умничка. Мы с тобой делаем кратность с 2. А здесь мы должны поставить кратность в 3 или в 5. Да? Давай мы с тобой поставим кратность в 3 или в 5. Нам получается сумм. Что нам надо? Деление по модулю это процент, да? Да, да, да. Нам нужно с тобой отрезать здесь числа. Вот есть порядок чисел от 1 до 9, нам вообще не подходит. Нам нужно с тобой только кратные 3 или кратные 5. Нам все числики не подходят. Нам от 1 до 9 это слишком много чисел. Нам нужно Nur такой кратный 3 и кратный 5. Давай мы с тобой отрежем их. Как ты мне аккуратно сделала до этого? Давайте минуту на размышления. Продолжение следует... По модулю? Нет? Да, ты там где-то подглядываешь у меня? Нет, я думаю просто. Конечно. Мои студенты самые лучшие, они же нигде не подглядывают, да? Нет, я серьезно не думаю. Да я знаю, я поэтому говорю, что вы у меня самые лучшие, да? Давай-давай. Правильно, да? Да-да-да. У тебя ай выросла, да? Стала большой-большой, как ты, да? Ну, да блин, хватит. Так, вот так. Ив. Ай поделить на 3. Давай будем с тобой корректно выражаться. Ай по модулю на 3. Давай-давай-давай. Потом твои дочери, да? Не совсем. Но ты близко. Ай по модулю на 3 этого недостаточно. Ай по модулю на 3 что? Ай по модулю на 3. Ну что, вот ай по модулю на 3. Надо даже завершить. Равно? Да. Равно. Равно чему? Нулю? Нет. Кратность. Ну и чтобы кратность проверять на четные как мы стократность проверяли. А, ну чтобы на 2 и было... Помнишь, мы стократность проверяли чисел, да? Угу. Мы же с тобой сравнили с чем-то, верно? Нужно сравнить с нулем, да? Конечно. Давай. Ну, нас не только 3 интересует, нас еще интересует 5. Элиф? Нет, никакой элиф. Нас интересует, чтобы число было или на 3 кратность, или на 5 кратность. А, орд, 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 ой, по модулю на 5 равно нулю, да? Вот так? Угу. Вот это уже другое дело, да? Это уже моя школа. Как это? Это называется составное условие, да? У нас составное условие, да? Угу. Давай, далее у нас будет что? Сумму посчитаем. Суммы таких чисел посмотрим. Нам поможет наш любимый счетчик. Давай сумму этих чисел посмотрим, которые кратны на 3 и на 5. У нас счетчик есть. Айка? Да, у нас есть счетчик. Не, счетчик у нас кто вообще, кстати? Сум? Да, счетчик у нас Сум. Вот, у нас есть счетчик, да? Давай мы с тобой его применим. У нас есть счетчик. У нас есть счетчик. Ну, не сейчас, подожди секунду. Конечно, подожду. На хакатон-то поедем с тобой на хакатон? Что это такое? А это там неделю не спать. А, это я могу. Только там нет те тусы, которые ты... Что ты вообще взял, чтобы я докусусь? Я просто очень много говорю всегда, знаешь? Окей, вот у тебя есть... Да, вот ты меня правильно мыслишь. Ты меня правильно мыслишь. Давай-ка мы с тобой только не так чуть-чуть напишем, да? Ну, чуть-чуть по-другому. Но очень правильно мыслишь у меня. Прямо правильно мыслишь. Но вот чуть-чуть по-другому. У нас равно плюс такого не существует, как ты понимаешь. А мы же делали равно плюс. Равно плюс у нас не существует. У нас в последнее действие должно быть присваивание. То есть, знак присваивания должно всегда стоять в конце, да? Исходя из того, что знак присваивания должен всегда стоять в конце, ты должна немножко переписать, да? Дай-ка мне знак присваивания. Не вижу знака присваивания. Чего ты удалила? Я и прошу тебя, не вижу знака присваивания, ты берешь, удаляешь мне плюсик, да? Чего ты меня скушала, плюсик? Давай, где знак присваивания? А у меня было же плюс равно. у тебя было равно плюс а эти были что на перед вами стоит всегда в конце верно да у нас такой оператор как и равно плюс хотя может быть как наши стримы кто-нибудь посмотрит скажет ай ладно сделала наоборот какой-то скажет слушать себе применяют равно плюс давай-ка сделаем на плюс смотри вот вот у тебя сейчас будет счетчик работать каждый трат сюда ведь я так как один или ай все-таки плюс равно она же айка будет складываться нажать на разно быть первый тратить айка сколько будет 1 итерация один не первый раз у тебя будет айка 3 мы же отсекаем она же будет 3 3 по модуле на 3 будет 0 отсекаем с тобой до нас запишутся цифрка 3 вот соответственно и так дальше у нас будет отсекаться будет записывать складываться далее что мы с тобой будем делать дальше как мы с тобой будем это все лицезреть а ну риторница давай ретернемся давай будем ретернуться так и тёрт вот так если меня ставят что у нас ретерн будет возвращать по умолчанию ну вот сюда нет ни вот сюда что у нас будет по умолчанию возвращать ретерность ты ему вот так вот голенький мы оставишь 0 нет какое значение нас по умолчанию но да у нас функция за счет по умолчанию значения но он есть ничего не указываешь ok его вот лично ok далее что там у нас будет а смотри она же она еще а куда встретить я не вижу у тебя вебка не включена смотри ну ладно забей смотрю смотрю я я весь во внимание дальше что будем стоит делать давай дальше ну принтовать а принтовать давать может тобой всю дачку же сделали да мы с тобой же все сделали принт нам нужно суда уже хотел посчитать да принт сумм тут у меня будешь завар это же функция сумму нас да у нас же еще переменная у нас перемен но мы же мы не сможем добраться перемен она же внутри она локальная вот так нет нет мы умничка тебе нужно взять из 79 строчку control x и вставить ее вот туда все из восьмую нет вставлять внутрь параметра до контролей сюда с кушай вот это вот с кушай давай все вот уже уже прошел на пробуй да желательно конечно но new new file естественно new lesson обязательно new lesson чтобы с тобой каши не было забирает всю нашу красоту и вставлять сюда контрол за контрол x контрол x а то вместо типа линдры мы знаешь такое полиндры мы это крутая штука чего нет мы с тобой потом мы с тобой когда у меня начнешь мы с тобой проработаем базу это все потом будем глубоко функции копать и потом будет что в алгоритме да у нас будет с тобой разбор полиндрым разбор разных математических алгоритмов разбор всяких там теорем да прикольно прикольно да полиндрым это то что допустим слово не знаешь какое-то типа молодежное слово lol lol это полиндрым как бы ты его не прочитала заодно вперед и спереди назад то соответственно будет одно и то же lol да это полиндрым число 101 это полиндрым вот ну и так далее то есть вот это полина когда еще спереди-назад а что-то наперед одно и то же 23 получилось 23 получилось а только вот наш наших товарищей google они там правильно написали ага сумма этих чисел равно 23 видишь как мы делаем а мы там это делал в этом виде алгоритма до 100 да и то же самое получение сюда мы пишем не 10 опишем сюда макс не 10 опишем макс сюда макс почему нельзя пищи написать потому что ты меня умничка пиши макс передавая первую первую строчку параметр макс нет не надо делать и прошу тебя макс надо функция макс давай первая строчка передавай туда параметра макс не надо убираем убираем первая строчка пиши макс первая строчка параметром здесь прям первую строчку пиши макс давай ты копирует ручку параметром передавай переменную макс а здесь конечно здесь а здесь что не трогай не трогай убери свои руки оттуда возвращай как было где там оставь 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 макс я там был у тебя макс его скушала нет ой контроль шифт з контроль шифт з контроль шифт з еще как раз шифт з все сюда макс запиши макс сюда и туда и туда тоже макс кидай давай макс да тоже макс и 10 далее пиши сумма 1000 вот здесь внизу принте может с тобой true программисты давай давай посмотрим что у нас получилось у нас получилось 23000 а мне 233 168 до посоле теперь наш наш товарищей тут нет решения а почему должно быть чтобы проверить это сток своей мысли уже так что нашли мы с тобой сумму всех чисел ну по идее да я не думаешь ты думаешь она такая большая сумма всех чисел а почему нет сумма это что это прибавление это плюсик знака да это знак плюсы не может быть такой большой суммы почему если если у тебя число если тебя когда ты пишешь макс здесь у тебя сумма 23 а у меня же 1000 а не 100 точно ладно да 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 почему все же в порядок все же в порядке да все ладно пусть будет окей вот оно как решить тебе нравится тебе работать с эйлера проекта эйлера здесь больше я тебе говорю математики ты пока что видишь я не хочу тебя бросать в бой в огонь в огонь не хочу тебя бросать то что ты меня только-только выходишь на прямую когда ты у меня уже показываешь уже базу небольшой фундамент и поэтому этиники не хочу кидать пока в матан матан чуть попозже будет у нас когда мы с тобой пройдем базу фундамент пойдем мы пойдем с тобой академическая плюс мой опыт и все это ты пока усвоишь потом если пойдем в алгоритм эти обучаю алгоритм и после этого после алгоритмов я тебе кидаю вот на такие крутые проекты мы разбираем математику уже и потом уже уходим data science вот такой вот как бы маршрут у нас отлично так далее вот что у нас там есть кстати давай камни здесь травм на горячий разогреемся ты меня задачку по полиндрамом решишь на сегодня будет такой как бы экспериментный урок у нас будет сегодня с тобой больше практики больше таких креативных задач у нас будет там полиндрамы всякие будут такие вот задачи эйлера не всегда же теорию тебе да слушать ну давай давай ну как будем с тобой сегодня креативить вот так все что такое полиндрам вообще то есть понятно что это слово или фраза которые одинаково читают слева направо и справа налево ты должна глазками видишь только полиндрам полиндрам ну полиндрам 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 да вон она второе нас не только чисто интересует да вот они полиндрамы вошли на картинках да можно каким-то посмотреть он лишь слова полиндрам справа нажми на них справа посередине прям справа бежевого цвета он полиндрам слова вон они полином слова не чуть ниже вот первая из картинка самая первая картинка это вот это да тыкай тыкай нам лучше полином слова не фраза вот там видишь бежевого цвета первый ряд права первый ряд права такая вода бежевого цвета да ну вот они казак как бы не прочитала да подожди свое имя тоже полиндрам да офигеть офигеть мне нужно попить воды после такого я сама не отвратилась может давай продолжаем продолжаем сходя из того что принял что по полиндру что слева направо что справа налево читать одинаково далее давай мы с тобой и метро проверим на полиндрам давай ну поехали кто нам нужен для этого ты же любишь функции давай-ка мы с тобой это все функции вернем и проверим как у нас по-английски будет является слова является по-английски как у нас будет английский из да из из это являться из из полиндрам из из полиндрам так нижнее подчеркивание это будет называться так функция типа функция будет называться является ли полиндрам по-английски из это являться да for example из из это являться далее а соответственно что там нужно нам а дальше уже не знаю смотри давайте расскажу кое-что есть два способа как самых основных да это у нас делаем либо через обрез строки разворот либо через реверс делаем но будете проверить является ли строка по ленту вам тебе нужно сделать реверс строки правитель одинаковая ли она это настолько гениально сколько просто да что проверить является ли строка полиндрам тебе нужно просто будет сравнить оригинал с ее реверсом да что такое реверс строки тыкаем гугл реверс строки это ее зеркальный зеркальный переворот открывай гугл мне а есть реверс строки да это это зеркальный переворот и читала уже про это давно где-то здесь было потому что эти домашечку делал конечно ты у меня будешь базу всю знать и короче я не я лучше снова за да 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 здесь было обязательно реверс там был это классические способы кстати мы когда мы ставим строки глубоко копанем то будет нас и реверс и все что хочешь далее python ok реверс реверс лист либо леверс стринг реверс стринг нас больше интересует реверс стринг да заходи тыкай так а ну да а я в джойнах такое делать под must правильно в джойнах мир их короче и в джойна такой можно сделать твойных есть реверс это все нах chore наш с реверс до до в знак весdid verse давай мы с тобой сейчас применим с тобой реверс двумя способами у нас будет перспота пример с это с помощью помощью соответственно слайса вот этот приемчик неплохое сла есть вот этого до слайс крутой до приемчик и с помощью джойна видишь перевернул но получается у нас hello world не не по линдром да давай проверим с тобой сначала вам еще давать помощи слайд от начала я тупо пишу реверс до соответовать мы с помощью слайд это сделаем функция на сразу же будет давай в одну строчку решим уж крутышка или не хочешь в одну строчку да ладно . ты же уже будешь прогрессировать давай на возрасте сделай на возврат внутри не неправильно возврат здесь прям тоже возврат делай функция убирать эту красоте не пишите сразу возврат функция убираем пишем сразу здесь возврат функция я не знаю как делать английский возврат как у нас по-английски возврат return да далее сразу же здесь мне дело правильное условие я понимаю что ты меня до этого всегда писала расписывала прям да но ты же меня потихонечку прогрессируешь поэтому мы с тобой не писать вот в одну строчку уже чтобы ускорить темп return проверяем сразу же здесь условия проверяя здесь меня сразу же условия ну реверс надо делать мы должны с тобой здесь сравнить оригинальную строчку тем что соответственно с поле с реверсом соответственно параметрам клади сразу же string параметра функции клади string string это будет наша ну или стр неважно и string купе сразу же должна сравнивать давай сравниваем пишем это оригинальная пошла дальше с чем будем сравнить ее с реверсом да с реверсом мы должны оригинал сравнить с перевернутой строчкой нет мы с тобой с помощью слайса договорились первый способ давай мне с помощью слайса делаем здесь да она должна обратиться слайс не может существовать без ничего он ему нужно к чему-то обратиться да окей я я давай делаем слайс он везде одинаково или что как я должна понять еще раз раз да еще раз да еще много-много раз давай мне двоеточие еще двоеточие ой минус 1 и еще шучу в минус 1 почему минус 1 потому что минус 1 делать тебе переворот строки шаг минус 1 у тебя строка переворачивается давай все принту и возвращай принту и возвращай print return print да и туда твое имя так имя твое это не твое имя так ну попробуй но так блин вы за пункты где внутрь внутри надо сейчас попробуем из а делай так чтобы он не жаловался давай будь умница делай так чтобы не жаловался действительно вот в данном случае у тебя не по лидерам вот сейчас он прав сейчас не по лидерам действительно где-то чтобы не жаловался я щас сделаю угоди давай не 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 надо нет 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 не трогай импут туда поставить я тебе дам импут возвращай возвращай еще и пожалуйста привозной функции ты можешь уже метод поднимать или не можешь ну могу да напиши после этого . после после этого . траве нет куда ты мне пишешь траве я траве я так право это у нас справа он есть да давай . ловер это метод я сомневаюсь что так может не передать но попробуй вызови я очень сомневаюсь так эти подсказку дал а водку я тебе дал да короче это давайте покажу как вообще правильно делается делами кутрузы эти наводку дал но мы сделали неправильную наводку ты дал исходя из этого передай ко мне в палитрум во первых напиши текст палитрум как это как это под настоящее про место делают и что за текст убирай это все пишет это текст на восьмой строчке поднимаем нет текст равно input текст равно input поднимаетесь метод . ловер да пробуй пиши анна когда это описала нет как ты писала нет когда это писала пиши Потому что мы с тобой на выходе уже, в текст летит на выходе ловеркейс, правильно? Мы с тобой сначала уже отрезаем, сначала, на первом этапе отрезаем. Было бы хуже, если бы ты мне на десятой строчке резала бы в каждом стринг точка ловеркейс, стринг точка опять ловер, да, это было бы ужасно. Как я в домашке, короче, сделала, да? Ну, нормально все, отлично. И здесь восьмерка у тебя на восьмой строчке, ты сразу же мне на входе делаешь красиво, да, на входе. Да. Отлично, умничка. Далее, соответственно, ну ты могла понять у меня цикл, цикл wild true, да, чтобы постоянно дергать, да? Да, я так и подумала, что надо wild true делать. Да, он не нужен здесь, вот тебе полиндром. Далее, давай-ка мы с тобой полиндром сделаем с помощью метода join, это же намного интереснее. Поднимаем опять функцию с помощью метода join. Ну, да. Давай, будь умничкой. Ну, DevMain, давай мы с тобой, вот, когда мы знаем явно, что за функция, мы будем называть ее правильно, типа, и с полиндром. DevMain это хорошо, действительно, но надо называть функции, как, что они делают. Ши, ши, ши пишется, кстати, как? От души. Да, от души. Окей, 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 а из полиндра. Далее. Нам нужно что? Нам нужен этот join. Да, нам нужен будет с тобой join. Соответственно, все остается так же, только join будет. Все остается так же. Да, передавай параметр и так далее. Давай. А, мне типа здесь делать, например, текст, да? Да, можешь. А можешь верхний текст дергать? Зачем у тебя же input наверху есть? Мы же можем верхний дергать. Ладно. Да, у тебя уже есть верхний. Ладно. Передавай туда параметр. В текст? Да? Внутрь, внутрь параметры, передавай. Параметры, где у нас? Где у нас параметры? А, вот сюда. Да. А что мне туда передавать? Текст. Ну, как в прошлом, значит, то же самое же. Давай, делай дальше. Нет, в одну строчку хочу. Один в один. С той же дач, которую мы только что делали, один в один. Правильно? Что, не так? Вот это оригинальная строка. Не трогай ее. Вообще не трогай. Какую? Вот это оригинальная строка, да? Текст равно. Ну, это же оригинальная строка. Ты должна сравнить ее с полиндрумом. Тебе с оригинальной строкой не надо ничего делать. Далее. Давай, сделаем здесь полиндрум с помощью джойна. Твоего любимого. А джойн немножко не так будет писаться. Джойн к чему обращается у нас в строке, да? В качестве разделителя у джойна перед точкой стоит разделитель, правильно? Сепаратор перед точкой стоит, верно? А ты даешь ему перед точкой, не сепаратор, ты ему что, строчку даешь, да, джойнику твоему? Надо ему перед точкой дать сепаратор. Вот сепаратор. По умолчанию можно вот так оставить. Да. Можно так оставить по умолчанию. Все? Скорми ему в джойн. Текст? Ну да, конечно, будет текст. Но не просто текст. Если ты ему просто в джойн передашь, ничего от этого не изменится. А нужно с тобой сделать... Какой-то еще реверс нужно сделать. Какая у нас функция делает обратную строчку в бетоне? Ну, реверс. Да, да применяй ее. У нас есть встроенная, кстати, функция. Да, вот она, кстати. Корми туда, передавай. Так? Да. Пробуй. А потом что, принт? Конечно же, все остальное остается так же. В принципе, здесь джойн так... Джойн здесь джойн, джойн, джойн. Джойн. А ну-ка, у джойна какой друг самый лучший его, у джойна? Какой? Сплит. А у сплита как лучший друг? Джойн. Да, потому что они два друга, правильно? Что делает джойн? Ну... Что-то делает, да? Сейчас я скажу, у меня записано, пугатье. Ну, это же наши два друга. Ты сейчас вот применяешь джойн, ты его зачем применяешь? Нам нужно вообще здесь? Ну... Просто... Список в сроку превращает. Список в сроку, да? Джойн это строковый метод, верно? Ну, да. А сплит что делает? Если джойн список в строку превращает, а что делает? Строку в список. Строку в список. Вот, запомни, это два хороших друга. Джойн всегда связан со строкой. Всегда запомни джойн, а строка. Джойн. Он делает все в строку. Сплит, наоборот, из строки делает список. Угу. Исходя из этого, ты же кормишь нюетакому строку. По факту джойн ты здесь и не нужен был. Ну, это не важно. Вызывай мне здесь, вызывай. А все, по идее? Ну, пиши, да. Вызывай, пиши. Пиши. Блин, одиннадцатая строчка, наверное, нам не нужна. Тру, тру. Одиннадцатая строчка нам не нужна. Одиннадцатая. Угу. Так. Пробуй. Ну, понятно, что он у тебя уже полностью работает. Понятно. Нет. Напиши Анапа. Я. Отлично. Все работает, да? Убери-ка оттуда джойн. Поздравляю тебя. Убери-ка отсюда джойн. Нет. Нет, я прошу джойну брать, а ты берешь прям вообще... Где джойн начинается? Где джойн начинается? Вот это джойн. Вот, да. И скобочка тоже она не нужна. Ну, подкорректируй, подкорректируй чуть-чуть. Первую скобочку скушала. Какую нужно еще скушать? Да? Вот здесь. Пробуй. Опа. А получается джойн нам здесь нужен, да? Да? Угу. Посмотри, что у тебя... Дай ко мне 15-е print. Дай мне на 15-е, да, здесь enter. Enter, дай мне. Enter. Дай ко мне здесь внутрь. Суй. Табуляция. Дай ко мне здесь print. Реверс текст. Реверс текст. Табуляция. Да, суй текст. Будем смотреть, что получается. Забирай 16-е. У тебя дойдет. Дойдет, мы даже не дадим до 16-е. Забирай 16-е. Ctrl-X на 16-е. Нет, не трогай ничего, пожалуйста. Ctrl-Z. Ctrl-X на 16-е. Лучше по 14-е раскрою. 14-е enter. На 14-е enter. Нет. На 14-е enter. В конце дайди. Да, в конец строчки дайди. Сюда вставляй. Во. Запускай. Ну, будем смотреть теперь, что там у нас в нашем реверсе любимом. Опа. Там вообще объект, прикинь. Вот это вот, да? Там вот эта штука, там объект. Там реверс обжиг. Конечно, не может быть равен, типа, тексту, да? А, не, конечно же. Вот эта штука не равна Ане, верно? Ну да. Обратите внимание, типа, это адрес памяти, потому что у нас есть 7 исчисления. Адрес памяти. Вот эта штука, это вообще называется адрес памяти. Вот. Давай-ка мы даст тобой этот адрес памяти превразуем с помощью джойна в строку. Поэтому мы с тобой используем... Видишь, что тебе реверс-то возвращает? Мы-то думали с тобой, точнее, ты-то думал, что тебе реверс возвращает строку, да, на выходе. А реверс-то, оказывается, возвращает объект целый, представляешь? Да. А ну-ка, зайди-ка в гугл, посмотри, что вот реверс нам... Почему решил возвращать объект? Зайди-ка в гугл. А в гугле будет написано, что реверс возвращает объект, а не строку? Это тоже важно понимать. Видишь, как круто дебажить. Берешь, дебажишь, да? И сравниваешь. Обязательно в своих программах дебаж код, хорошо? Угу. Угу. Давай, гугли, давай. Python Reverse. Давай. Python Reverse. Python Reverse. Угу. Реверсет, по-моему. Реверсет-д. Реверсет-д. Угу. Взял мне... Вместе слово реверсет пишется. Чего? Реверсет вместе, это же функция. О, Господи. Реверсет, а не реверсет. Ну, сейчас, сейчас. О, нормально. Да, отлично. Давай запускаем. Да, вон он первый. Пойдет. Чё, встреча на выходе, смотри. Реверсет-д. Return the. Реверсет-итератор of the give sequence, да? The syntax of reverse set is. Реверсет-параметр, во-первых, она возвращает, видишь, возвращает нам реверс, итератор возвращает, да, нам. Далее, the reverse function take, один параметр принимает, да, take, типа принимательный параметр. Single-параметр, окей. Sec, что такое sec? Secuance, дай-ка мне перевод здесь. Последовательность, которая будет обращена. Вот, да, то есть последовательность, это может быть строка, там, все что угодно, неважно. Последовательность, это объект, который поддерживает протоколы. То есть, раз последовательность, а литеральные строки, это у нас последовательность из символов, да? Строка литерал, это последовательность из символов, да? Так, а последовательность, это объект, ну, действительно, последовательность, это объект. И так как последовательность, это объект, он нам возвращает объект. И вот видишь, что пишет. Возвращаемое значение из реверс. Чуть ниже, видишь? Функция реверс возвращает итератор. И поэтому тебя фолст отдавал. Потому что ты мне возвращаешь не строку из реверса, а функция реверс возвращает нам итератор. Который обращается к заданной последовательности в обратном порядке. А так как ты у меня еще не знаешь, что такое итераторы, посмотри, что... Нижа, где стояни мне? Вот эти все штуки... Ой, ты тут быстрее стоишь у меня. Нормально, отлично. Картер где-то по зону. Хорошо, ниже. Выход у нас идет. Окей, давай, выход. Угу. Давай, давай, давай. Смотри, давай-ка мы с тобой поговорим про такие понятия, как итераторы в питоне, да? Давай-ка мы чуть выше, чуть выше листаем. Видишь, как слово пишется, какое сложное слово называется? Итератор, да? Он, видишь, функция реверс возвращает итератор. И как ты обратил внимание, у нас было такое, что мы иногда уже возвращали итераторы, да? Но ты глубоко не изучал. Что такое итератор? Ну, итератор и итератор, да, и пофигу. Давай. Открывай мне вкладочку. Вкладочка открывай, пиши Python. Python итераторы, да? Мы с тобой пора уже взрослыми вещами заниматься. Согласна? Да. Согласна, уже выросла у меня. Давай, дальше пиши. Python итераторы. 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 Итератор. Итератор. Я. Давай, посмотрим, что я итераторы с тобой. Python итераторы, я. Сюда? Кстати, нижний хороший, на хабре тоже хорошее будет. Сейчас мы W3School откроем, W3School. А потом откроем на хабре. Здесь, да, вот будет для понимания мало информации, ниже даже мне листанешь. Вот видишь, экзампл идет. Вот у нас там идет, соответственно, банана и итератор. Но это итератор как в функции идет. Видишь, my-итератор, итератор my-string. Откопирую, кстати, этот пример, экзампл. Вот my-string бананы, и вот потом ты делаешь, mu-it, итератор. Скопирую это все. Это? С принтом, с одним принтом. С одним принтом. Да, вот так, да. Пробую вставить в файчармик. Это немножко не тот итератор, про который мы говорим, но это функция итератор. Видишь, итератор это функция. Запускай свою эту самую. Вот внизу у тебя это итератор, да? Но это немножко не тот итератор. Убери, кстати, next. В принте 23. Да, запускай. Ну вот. Оба! Видишь? Revis object, str, итератор, да? Вот что такое итератор. То есть это определенный такой вот, если мы сейчас зайдем в гугл, зайдем в гугл. Заходи в гугл. Вот там на хабре про итератор есть моменты. Вот это почти тот итератор, который нам интересен. Кстати, переводи, переведи-ка здесь эту статью в double. Ну, потом, ладно. Заходи в хабр. Заходи в хабр. Посмотри. Пайтон — это особый язык в плане итерации, да? Но здесь они говорят именно про итерации, да? Понимание итераторов. Но мы говорим про итератор, как вот предыдущий итератор. Он был, более того, ближе всего к этому. А здесь мы говорим про итераторы в Python. То есть, соответственно, как ты видишь, в этой статье подробно разбирается это все. То есть, устройство итераториальных объектов и циклоформ. Соответственно, здесь, как мы вниз листанем с тобой, листаем вниз. Вот этой статьи листаем вниз. Влист, вниз, 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 вниз. Низ, вниз, 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 вниз. Стоп, 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 стоп. Вот find. Так, typeR не то. Ниже идем, ниже. Я сейчас скажу, вообще та статья или не та. Ниже, ниже, ниже. Мне кажется, что это здесь обсуждается. Видишь, сколько понятий, насколько они многогранны? Казалось бы, итератор, да? А здесь мы говорим про итераторы, которые именно объекты итератора, да? Ниже, 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 ниже. А вот, есть, есть, есть. Set, итератор, итератор, есть. Вот они, похожие наши. Итераторы, такие штуки. Это написано, да. Вот видишь, ниже чуть-чуть, видишь, iter. Да, вот они, iter. И вот идет set, итератор, объект. То есть, итераторы такие штуки, которые, очевидно, можно итерировать, да? То есть, какие-то итерируем объекты. То есть, какие-то объекты, которые можно изменять, да? постоянно каждую трассу не изменяются то есть получить даже мы можем из любого и 3 объекта где-то нужно передать и 3 ему объект во встроенный функции это ведь мы с тобой и 3 объекта и дома функцию это и вот на возврате идет итератор да так функция реверс она тебя как раз возвращает эту кракозябру из вот эти вот из области памяти да а кракозябра нам это не нужно мы должны преобразовать человеческий вид и чтобы вырезать вот эту кракозябру из букв цифр из области памяти мы используем метод метод join правильно вот так что ты чтобы ты знала что эти тебя прилетать такие вот итераторы не пугайся просто функция возвращает тебе итератор чтобы его преобразовать человек в человек читабельный вид тебе нужно использовать join если мы хотим это все просто строку так что вот представишь вот так вот это работает снижать полистаешь там тоже будет много чего интересного думаю да итераторы хорошо может закрывать ведь это что к итераторы да давай вот она видишь магия в чем заключается камень там это банана не нужно можно сдалить полностью нам это же не нужно будет ну ладно короче вот поэтому тебе реверс возвращать не строку а итератор чтобы преобразовать итератор строку ты используешь метод join возвращаем это join так в реверсе где у нас реверс да вот здесь поднимаем строку сначала пиши так нет рака сначала здесь такая . join опять кушала не на так делать join нет не трогай не трогай джоин без табуляции здесь вот маленькое слово либо делай пробел мне здесь сначала покажите научусь сложное выражение надо делать пробел чтобы не кушать второе выражение да давай давай запускай join мне кажется там буковка и будет после ой ой у нас кофе брейк это 15 . дает а я надо убрать вообще да ну в качестве ты стиле мы же делали смотрели с тобой да это поняла почему тебя просто давала до этого без джойна да а умничка так хорошо смотри вот рекурсом из-за разобрали чисто фибоначчи разобрали так целом чтобы задать задать ряд тейлора далее так сейчас скажу получается рекурсию давай-ка да пару задач по рекурсии и парадач по рекурсии сделай ко мне эти а потом накидаю парадач по рекурсии вот напиши что изучить что такое рекурсия вообще и что такое рекурсия так далее мы с тобой проговорим такое понятие как еще и бинарный поиск посмотри бинарный поиск потому что я буду готовить вхождение в алгоритмы данный поиск и курсия далее тебя идет вижу в принципе повторить все что было сегодня в лекции так отлично далее расскажу что там еще у нас ну попробуй следующую задачку сделать из эйлера попробуйте у нас там кстати задачка задача по эйлеру кстати если ты меня будешь делать задачи в день по эйлеру это будет вообще круто давай я буду делать это будет круто но это будет жестко так сейчас секунду да блин хватит пальцы коряги наибольший простой делитель вон вроде не сложно да нажми назад какие там следующие дачки нас будет наибольшее произведение полива лидер ты меня знаешь да давай вот это да мы по порядку пойдем это одна вытекательной другой каждый тогда подачка больше не решать когда будет он вон кстати мог бактериала 20 идет реал отлично мы типа будем рисовать вот эти красивые картинки типа факториала да это будет сложнее блин тысячезначное число фибоначчи будут потом перестановки о короче потихонечку погружается в алгоритм потихонечку шаг за шагом это вот по одной задачи стараюсь делать но не пока не обязательно то есть пока просто стараемся но не но не обязательно так ну в принципе в принципе окей если еще станет свободное время можешь еще поработать немножко со степиком но там уже будет поскучнее но может про вас таки по степиком еще напишите домашка работа степиком в одно время и все и потихонечку я готовлю уже получается здесь вот я тебе даю разогрев и какой скажем так и уже следующий лекарь будет классическом виде вот и быстро будет начитку уже и будем уже потихонечку уходить в алгоритм с тобой прикольно вот а в принципе на сегодня все